приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня традиционная рубрика благожданная дегустация дорблю вызревал у нас дорблю чуть больше чуть дольше вернее чем ему положено должен он вызревать две недели он у нас простоял три недели получился замечательный срок с очень классной ароматикой он реально пахнет дорблю ну кстати вот для меня дорблю рокфор стил там на они все пахнут примерно одинаково вот эта вот культура пенициллином рокфорти она дает свой характерный запах и соль и отличается по большому счету по своей структуре вкус у них очень похож дорблю вызревает у него короткий срок вызревания ракфор у него длинный срок вызревания более двух месяцев но сегодня разрезаем торблю итак друзья поехали какая красота фантастика просто фантастика давайте сейчас я разрежу покажу вам разрез а после этого продегустирую его попробую расскажу о вкусовых ощущениях посмотрите пожалуйста дорогие друзья какая фантастика как прекрасно пара проросла плесень образовалась красивая корочка но это просто просто супер и вот с первым дорблю у нас произошла неудача сейчас расскажу по какой причине а этот имеет потрясающую ароматику и очень классную структуру давайте попробуем связи с тем что дорблю короткий срок вызревания вызревает он специфических условиях корочка здесь несъедобная она срезается но либо срезается либо защищается я в данном случае или просто срежу для дегустации а потом конечно мы уже зачистим зачистим для себя ракфор чушь его ракфором все время скоро будет дегустация ракфора дорблю очень хорошо классно кушать с вином и с фруктами потрясающе вот я очень люблю с красным вином с виноградом с клубникой и с черешней еще кла классно с красным вином с фруктами и с оливками ну давайте ароматика просто зашкаливает и по вкусу бинго отличнейший просто отличный отличный дорблю у меня нет слов он прекрасен кстати пока не начал сам готовить сыры с плесенью я их не ел если честно просто потрясающе настолько яркий вкус так вот друзья вернемся к нашей неудаче первые два дурблю у нас не получились в них не выросла плесень и как я сейчас прошу прощения как я сейчас рассказываю практически во всех видео мы сменили магазин по продаже ингредиентов сейчас покупаем все ингредиенты для сыра в интернет-магазине сырок.ua ингредиенты очень качественные я столкнулся с тем что во многих во многих интернет-магазинах украинских по крайней мере некачественные ингредиенты в том числе что самая важная некачественная плесень пенициллину мракфорти мы не понимали что происходит а происходит просто обычная вещь либо при пенициллину мракфорти вообще очень нежный вид плесени и вот так надо беречь холить или леять видимо где-то происходит либо заражение плесени либо происходит просто перегрев ее бактерии умирают и не развиваются сыре в этом сыре вот эта плесень купленная в интернет-магазине 40.com.ua плесень развилась просто фантастически поэтому с удовольствием рекомендую этот магазин и самое главное очень многие писали но когда же когда же будет дегустация дорблю вот она дегустация дорблю значит единственный единственный нюанс на котором я хочу на который я хочу обратить ваше внимание мы готовили его из 6 литров молока следующий ну потому что мне честно говоря лень было переводить молоко я боялся что мы что-то не так делаем на все оказалось просто все мы делали так просто говняная плесень если честно что я буду делать следующий раз когда уже буду четко понимать что все отлично что рецепт скажем так и рецепт опробован и все хорошо и делать для себя я буду готовить не из 6 а минимум из 10 литров голова молока чтобы голова сыра было немножко повыше чтобы больше вот этой вот прорости внутри было но мне очень нравится эта голубая плесень я обожаю ее вкус особенно с красным вином у меня на сегодня есть бутылочка красного вина домашнего поэтому друзья сегодня будет у нас на ужин до рублю ну и надеюсь что вы посмотрите это видео кстати если вы не смотрели рецепт приготовления ссылку вы найдете в описании видео и в конечной заставке вот здесь вот появится в уголке можете посмотреть сыр готовится достаточно несложно быстрый срок вызревания две недели ну две-три недели делают его просто фантастически привлекательным для крафтового сыроделия на мой взгляд это вот из сыра ну во-первых если вы никогда не готовили завез город голубую плесенью то начинать надо однозначно здором люблю он самый простой с коротким сроком вызревание прогнозируемые и очень вкусный поверьте друзья подписывайтесь на наш канал мы с удовольствием представляю да не с того и начало с удовольствием представляем вами рецепт сыра дурблю с удовольствием представляем дегустацию потрясающий рецепт потрясающий сыр, опробован, можете его делать по нашему рецепту. Если есть какие-то вопросы по поводу приготовления, пожалуйста, в комментариях задавайте вопросы, и, естественно, на все вопросы я или Лариса ответим. Теперь по поводу подписывайтесь. Да, подписывайтесь, и самое главное, прошу вас, делитесь нашим видео. Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей отказались покупать дрянь из магазинов и начали готовить домашние сыры. Мы стараемся, мы делаем рецепты такие долгие, многие говорят, что рецепты нудные, много текста и так далее. Да, много текста. Но я стараюсь объяснить все нюансы приготовлений сыров, приготовлений колбас, для того, чтобы у вас не было неудач. Потому что люди посмотрят трехминутный рецепт в интернете приготовления до рублю, примеру, или сыровяленой колбасы, сделают 3-4 партии сыра, перепортят 40 литров молока, и думают, да, все это фигня, крафтовое сыроделие, ничего у меня не получается, пошел покупать я дрянь из магазина. Поэтому я много говорю, чтобы заострить внимание на всех самых важных нюансах. Кому не нравится, ну, может, естественно, смотреть трехминутные рецепты. Поэтому, друзья, с каждым человеком, который отказывается покупать сыр в магазине и делает настоящий домашний вкусный крафтовый сыр, мы с Лалисой становимся немножко счастливее. Большая просьба, делитесь нашим видео, делитесь в соцсетях, делитесь своими друзьями, ну, просто как-нибудь делитесь. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх. А сыр вам точно понравится, я это вам гарантирую. Ну и традиционно мы с Лалисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!